Теория заблуждений Самое главное объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие напротив старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – антибольшевистское подполье в Красной Армии. Мы уже в Теории заблуждений в этом сезоне говорили о белых контрразведках, но картина не будет полной без представления о том, что на самом деле происходило в рядах Красной Армии. Потому что общество продолжает жить, в общем, оценками, взятыми из советского кинематографа. То есть первое, что приходит на ум – это, естественно, адъютант его превосходительства. Но, однако, эта история несколько отличается, несколько, я подчеркиваю, отличается от того, что было в реалии. Вот эту тему мы сегодня будем обсуждать с известным российским историком, кандидатом исторических наук Андреем Ганином. Андрей, я рад вас снова приветствовать в нашей студии. Здравствуйте. Вот если вспомнить так ретроспективно во времена моего детства, в середине, в конце 80-х годов, если почитать книги на эту тему, то выяснялось, что Красная Армия, в общем, кишила самыми разнообразными шпионами белыми, куда входили абсолютно представители всех буржуазных, а равно как и мелкобуржуазных партий. Туда же относились разведчики Польши, Румынии, естественно, там же видное место занимал Сидней Рейли. На самом деле Красная Армия была, выражаясь таким иммигрантским языком, настолько инфильтрована разведчиками вражеских армий. Ну, если говорить о периоде 80-х годов, то тут тоже разные существовали точки зрения. Скажем, Александр Георгиевич Ковторадзе, который был основателем, собственно, проблематики изучения ролей военных специалистов в Красной Армии, ролей бывших офицеров, он как раз стремился показать максимально лояльную, верную службу офицеров в Красной Армии. То есть создавалась некая идиллическая картина, и как раз в этой картине практически не было места заговорам, изменам и различного рода предательствам. Ну, тогда, кстати, в 80-х годах в очередной раз переиздали Красную книгу ВЧК, которая кишит подробностями разоблачений и шпионской деятельности. Да, но в том-то и дело, что на самом деле реальная картина, конечно, была не очень благоприятна для Красной Армии. Потому что еще с 20-х годов признавали ветераны гражданской войны, руководство Красной Армии, что тема измен и предательства – это очень существенный фактор, который играл роль в гражданскую войну, и необходимо эту тему изучать. Но по понятным причинам идеологического плана эта тематика, как правило, замалчивалась, и в основном она осталась вне поля зрения советской историографии. И только уже после распада СССР стало возможно непредвзятое и детальное изучение этой проблематики на основе вновь вводимых в научный оборот архивных материалов. Вы употребили хорошее выражение по поводу измены. И вот прежде чем мы начнем это обсуждать, мне хотелось бы прояснить этот момент даже не сколько для себя, а сколько для нашей аудитории. Потому что копий по поводу того, кто кому и когда изменил в годы гражданской войны, поломано уже немало. Ну там масса ярчайших примеров, да, начиная там с генерала Капеля, который вроде как служил Красной Армией, изменяя тем самым Белым, потом он перешел к Белым, изменил Красным. Один из героев нашей сегодняшней программы, о нем, естественно, поговорим, от генерал-лейтенанта Архангельский. И там же Булак Балахович, который вообще, по слухам, чуть ли там не одним из первых записался в Красную Армию, тут же изменил. На самом деле, вот на тот момент существовала вот эта вот четкая градация измены. Потому что, по сути дела-то и та, и другая армии, в общем, состояли из бывших подданных Российской империи. Люди-то, в общем, это были русские. Еще никогда не откуда-то с Марса их завезли. Здесь действительно такой тонкий момент, что многие офицеры, они просто не заметили, как оказались, по сути, в новой армии. Я называю этот период инерционным, когда фактически оставались прежние штабы, прежние армейские учреждения старой армии, которые по наследству перекочевали в Красную Армию. А на тех же постах оставались прежние офицеры, которые теперь уже не назывались офицерами, а назывались военными специалистами. Многие даже не осознали этот процесс. Другое дело, что, конечно, для большевиков уже было очень четко ясно, что те, кто предают, те, кто изменяют, это враги. И необходимо с ними проводить самую беспощадную борьбу. Но тут важный момент какой? Что все-таки офицерство, оно было неким государственно мыслящим сословием, государственно мыслящей группой лиц. Искавши в кормушку, как сказал бы один из ваших критиков. Ну, не будем об этом. Значит, они все-таки мыслили себя, и прежде всего кадровые офицеры, особенно старшие офицеры, генштабисты, как некий фактор, который цементирует государственность и способствует сохранению существования России. В то же время большевики, пришедшие к власти, вполне очевидно и вполне естественно воспринимались многими как прямые враги, прямые предатели, заключившие позорный сепаратный мир. Которые ведут к развалу страны, которые уничтожают религию, уничтожают культуру, и фактически с ними необходимо бороться просто во имя сохранения государства. Это были взгляды целого ряда офицеров, которые оставались на прежних местах. И, собственно, многие свидетели тех событий, они отмечают, что удивительно, но в Петрограде целые группы офицеров оставались во главе военного министерства, во главе главного управления генерального штаба, именно с целью сохранения армии, как вот такой государство, образующей структуры, хотя бы на уровне отдельных штабов. Чтобы потом, когда власть большевиков падет, они воспринимали ее как недолговечную, тогда уже можно было бы на основе вот этих структур возродить армию и перейти уже к возрождению России. Ну и кроме того, нельзя недооценивать роль лидеров антибольшевистского движения, потому что они тоже влияли на определенные решения тех, кто оставался в советском центре. Например, мне встретились в архиве Службы безопасности Украины очень интересное свидетельство одного из слушателей Академии Генштаба, еще Николаевской, который прослушивал курс уже в советских условиях на рубеже 1917-1918 годов. И он сообщает следующее, что пришло письмо от генерала Алексеева следующего содержания к слушателям Академии из добровольческой армии, соответственно. Что не все могут пробраться в добровольческую армию, уже сформировались фронты, это рискованно, опасно для жизни, оставайтесь на своих местах и ведите борьбу за Россию там, где вы находитесь. То есть были вот такие указания, и нет оснований не верить такого рода свидетельствам. Вот сейчас с кем абсолютно не поговорить о первых месяцах и годах, установившихся на территории бывшей Российской империи и советской власти, то первое, чего скажут, это был жесточайший террор, когда расстреливали людей просто пачками, в том числе офицеров. То есть над любым военноспецом висел в принципе дамоклов меч. Тогда возникает вопрос, а почему же все эти люди умудрялись вести разведывательную деятельность, если у них под боком должны были быть люди, которые тщательно отслеживают каждый их шаг, анализируют, и в случае чего там по законам революционного военного времени сразу, значит, добро пожаловать в подвал к известным людям. Ну, прежде всего нельзя недооценивать фактор квалификации офицерства, особенно тех, кто обладал высшим военным образованием. Для комиссаров, не имевших никакой военной подготовки, не так просто было распознать измену, особенно если она заключалась в, казалось бы, невидимых, на первый взгляд, каких-то изменениях в документации. Это очень непросто и сегодня исследователям разобрать, например, когда я работал над книгой о генерале Селевачеве, надо было выявить, был он агентом белых или не был. И досконально изучая документацию всех уровней военного управления от полевого штаба Реввоенсовета Республики, от Ставки Советской, и до уровня дивизий, подчиненных уже армиям, которые подчинялись группе Селевачева, в свою очередь, все-таки только по обрывкам каких-то свидетельств можно было установить, что все же он не отдавал вредительских приказов и агентом белых, скорее всего, не являлся. То есть здесь очень зыбкая почва и очень сложно, тем более, если мы говорим о фронтовой обстановке, которая постоянно меняется. Это не спокойная атмосфера сегодняшнего дня, когда мы можем уже беспристрастно и без ограничений по времени изучать те или иные вопросы. — Ну, беспристрастно, кстати, не очень-то получается, потому что идеология все равно давлеет над очень многими исследованиями, поэтому у нас и появляются в продаже, кстати, не только у нас, а на всем вообще постсоветском пространстве, удивительные книги. Ладно, бог с ними. Андрей, скажите, а можно вот какую-то цифру вывести, сколько их было всего, вот этих вот потенциальных белых разведчиков в рядах Красной Армии? И кто были эти люди? Кто был, во-первых, из них самый старший по чину? — Ну, здесь надо отделять изменников, которые просто перебегали на сторону противника, и тех, кто совершал какие-то диверсионные действия, саботаж. То есть, если человек просто переходит, допустим, к белым, не принося какого-то вреда, то это один случай. Совсем другой случай, когда человек изменяет какие-то документы оперативного характера, когда он подставляет под удар свои войска, когда он срывает операции, это все-таки действие несколько иного порядка. Так вот, изучая военную элиту Старой России, изучая корпус офицеров Генерального штаба, я насчитал 549 человек генштабистов, которые на протяжении Гражданской войны перебежали из Красной Армии к белым. — Цифра не слабая вообще. — Это каждый третий, кто прошел через службу в Красной Армии, по моим подсчетам, на протяжении Гражданской войны. То есть это потрясающие колоссальные цифры, и если вспомнить определенные события того времени, были ведь не только индивидуальные переходы, были и массовые переходы, например, переход всей Академии Генерального штаба, той самой, о которой я уже говорил, в Виктеринбурге и Казани, причем в двух местах они перешли на сторону белых. Ну и многие другие, когда к белым уходили целые штабы. В 2018 году из одной армии Восточного фронта в ЦК сообщали, что у них нет ни одной дивизии, в которой не было бы случаев измены и предательства. Что касается тех лиц, которые вели саботаж, которые вели серьезную подрывную работу разведывательную, что касается агентуры белых, то, конечно, таких лиц намного меньше. Понятно, что не все вот эти 549 генштабистов были диверсантами-саботажниками. Многие просто бежали по разным причинам личного характера, политического характера, но не совершали диверсии, не срывали операции. Тех, кто может быть назван агентами белых, я насчитал порядка 30 человек. Эта цифра, естественно, может колебаться. Это только верхний слой офицера Генерального штаба, которыми я занимаюсь. В ту или иную сторону, потому что постоянно появляются новые факты. Например, в ходе работы в Гуверовском архиве, в Бахметьевском архиве удалось найти редкие свидетельства, в частности, из коллекции Брусилова, о деятельности на пользу белых некоторых, связанных с Брусиловым, людей. В частности, генерала Хвощинского. Но это как бы уже другая история. Так вот, самым высокопоставленным, или одним из самых высокопоставленных, был, конечно, генерал Стогов. Николай Николаевич Стогов, который возглавлял Всероссийский главный штаб. Это наследник Главного управления Генерального штаба. И фактически один из высших органов военного управления Красной армии, которая отвечала за организацию советского тыла, за формирование воинских частей соединений, за обеспечение армии, за командный состав, то есть за целый ряд важнейших позиций, способствовавших созданию и укреплению Красной армии. И при том, во Всероссийском главном штабе у него сложилась такая негативная в глазах чекистов репутация, как средоточие такого осиного гнезда контрреволюции. Там было несколько человек, которые могут быть отнесены к белым агентам. Не только Стогов, он был наиболее высокопоставлен, но был генерал Кузнецов, бывший, который возглавлял оперативное управление Всероссийского главного штаба и отвечал за кадровую работу, в том числе назначение специалистов Генерального штаба. И уже в 30-е годы, в рамках дела «Весна», некоторые последствия отмечают, что удивительное дело, многие, назначенные Кузнецовым на ответственные посты, умудрялись перебегать на сторону белых буквально сразу после назначения. И именно Кузнецов назначил того же Каппеля, назначил полковника Махина, бывшего, на те должности, с которых они перешли к белым, с которых они изменили. Причем здесь интересно что? Интересно то, что учитывались при назначениях пожелания самих этих людей, и здесь надо рассмотреть отдельно сами эти пожелания. Скажем, Каппель стремился к службе в Приволжском, Приуральском и Ярославском военных округах. Эти округа стали центрами контрреволюционных выступлений летом 1918 года. То есть Каппель заранее знал, где будет... Сейчас я об этом тоже скажу. Махин просил о назначении в Приуральский и Приволжский округа. И уже там перешел, собственно, в Поволжье на сторону Камуча. Значит, к вопросу о том, знали ли они. С весны 1918 года существовала директива ЦК партии эсеров о переводе всех военных организаций эсеровской партии в Поволжье. Полковник Махин был членом партии социалистов-революционеров, по некоторым данным, с 1917 года, а по другим, менее достоверным, с 1906. И как свидетельствовал руководитель Красноармейского отдела ЦК партии эсеров Семенов Васильев, значит, Махин был внедрен в Красную армию по директиве ЦК партии эсеров специально для того, чтобы осуществлять там подрывную работу. То есть здесь, как бы, из серии, казалось бы, отдельных, несвязанных фактов вполне выстраивается некая логика. Мы не знаем о том, какой информацией владел Каппель. Но в свете последующего его перехода на сторону противника, в свете его пожеланий, можно строить тоже определенные выводы. То есть то, что собираются возрождать Восточный фронт на Волге, этот факт не был секретом Полишинеля, не был вообще секретом весной 1918 года для офицерства, которое стремилось активно участвовать в тех или иных событиях. Два вопроса возникают. Вопрос первый. О кровавом вихре деятельности Всероссийской чрезвычайной комиссии у нас не написал только ленивый. Имея вот таких отпетых врагов советской власти непосредственно на крупных руководящих, что мешало их вообще взять и расстрелять? Какие нужны еще доказательства? Если вот люди получают назначение, уезжают в этот условный Приволжский округ, и через два дня они машут ручкой всем и благополучно переходят к противнику. Что мешало потребовать ответа от людей, которые подписывали им туда направление? А ничто и не мешало. Эти люди были привлечены к ответу, но об этом, я надеюсь, мы поговорим чуть позже. А сейчас мне хотелось бы отметить такой момент, что, вообще говоря, офицерство было настроено антибольшевистски. Но, с одной стороны, в то время, во-первых, спецслужбы находились еще на довольно младенческом уровне своего развития как у красных, так и у белых. И здесь, возможно, были самые чудесные и необъяснимые ситуации. Это первый момент. Второй момент. Для офицерства считалось тогда предосудительным участвовать в подпольной борьбе. Это тоже важный фактор. Это считалось аморальным, нечестным и так далее. Слушайте, до этого в корпусе жандармов. Это влияло, да, тоже на действия части офицеров. Но и парадоксально то, что, конечно, многие офицеры в этот период, наоборот, бравировали членством в подпольных организациях. Скажем, в Петрограде, особенно среди морских офицеров, среди флотских офицеров, Балфлота, было модно, что называется, в 1918 году состоять в подпольных организациях. И не было такого корабля, на котором бы не было своей ячейки той или иной организации. Люди ходили под Петрограду и по Москве, некоторые офицеры тоже ходили, и хвастались тем, что они состоят в тех или иных организациях. Их вылавливали, естественно, с помощью провокаторов, и арестовывали, и многих расстреливали. Но вот подобная наивность, она была свойственна событиям 1918 года. Но в то же время, как бы период 1918 года, когда еще спецслужбы находились на стадии зарождения и становления, он давал большие возможности для ведения разведывательной и подрывной работы. Как белым, так и красным. Хорошо. Вот, имея таких добровольных помощников в самом сердце или в самом мозгу Красной Армии, у меня возникает второй вопрос. Понятно, что сейчас едва ли не там ключевым источником по гражданской войне являются очерки русской смуты Антона Ивановича Деникина, где бывший главком ФСЮР, может быть, я не очень точно сейчас процитирую, но он там вскользь упомянул, что за два года постоянного введения боевых действий на юге России, он там, по-моему, только один раз получил подмогу от всех этих могучих разведчиков. Две картины, которые не очень стыкуются между собой. Ну, во-первых, Деникин не должен был и не собирался выдавать своих людей, многие из которых оставались в Советской России. И если посмотреть не очерки русской смуты, а, например, публицистику Деникина эмигрантского периода, где он переписывался в том числе с единомышленниками из Советской России, там вполне фигурируют и другие лица под инициалами. То есть не только тот безвестный человек, который оказал содействие, как было установлено, это имелся в виду генерал Селевачев, который в действительности все-таки агентом как раз не являлся. Были гораздо, так сказать, и более законспирированные люди, действительно, не на фронте, а в центре Советской России, в том числе и в том же Всероссийском главном штабе. Мы не упомянули человека, который возглавлял командное управление Всероссийского главного штаба, это бывший генерал Алексей Петрович Архангельский, которого в эмиграции, как известно, возглавил Русский общий воинский союз. Мы о нем отдельно поговорим, про Архангельского. Значит, подмога все-таки была. А вот теперь мы переходим к этим многочисленным шпионским историям, первый из которых называется Национальный центр. У нас же, понятно, за последние 20 лет постарались, а во многом даже это удалось, пересмотреть на 180 градусов абсолютно все привычные взгляды. Теперь картина Национального центра для обывателя выглядит следующим образом, что были какие-то, значит, недобитые или, вернее, не истребленные в первые месяцы революции несчастные русские интеллигенты, зачитывавшиеся, соответственно, Тургеневым и Достоевским, которые вообще не имели ни к чему отношения, но, значит, кровавые латыши и примкнувший к ним поляк Сдержинский, для того, чтобы выбить, выражаясь современным языком, дополнительные бюджетные ассигнования Всероссийской чрезвычайной комиссии, замечательным образом склеили вот эту вот организацию, которую в пику, значит, интернациональной Ленинской России назвали Национальным центром, запихнули туда всех, кто попался под руку в разных городах, и вот он получился разветвленный такой вот могучий заговор против страны Советов, который на самом деле, в общем, ничего под собой не имел. Насколько вот эта трактовка чему-то хотя бы соответствует? Ну, прежде всего, надо отделять политическую составляющую Национального центра от военной. Значит, мы сейчас говорим в основном о военной организации Национального центра, потому что политики политиками, я думаю, что они вызывали раздражение у многих военных подпольщиков. Как и все, собственно, политики на тот момент. Потому что занимались в основном разговорами о светлом будущем России, а действием приходилось заниматься офицером. Значит, военная организация Национального центра была создана в 2018 году, и первоначально она именовалась как Объединенная офицерская организация. Во главе ее стояли генерал Соколов, генерал Стогов и генерал Кузнецов. В разные периоды был там также полковник Ступин, все они были офицером генерального штаба. Значит, в основном взгляды современников наших базируются о Национальном центре на материалах Красной книги ВЧК. И фактически этот взгляд установился уже на два с лишним десятилетия. Но вот мне повезло, скажем прямо, работая в архиве Гуеверовского института, найти документ, который я мечтал найти много лет, но не надеялся даже. Собственно, документ, который исходит непосредственно от Национального центра и от его главы, от генерала Стогова. Я нашел отчет генерала Стогова о его бегстве из Советской России и о его подпольной работе в центре Советской России. А отчет на чье имя? На имя Деникина? Отчет, адресованный руководству ФСЮР, вооруженных сил Юга России, Деникина. И этот отчет опубликован как раз в моей книге недавней «Моск армии в период русской смуты». В этом отчете генерал Стогов подробно описывает прежде всего свое бегство и общую картину положения в Советской России. Но, конечно, самое поразительное, наверное, что следует из этого отчета, это мировоззрение генерала Стогова. Потому что по материалам этого отчета перед нами предстоит человек абсолютно зашоренный. Человек, абсолютно не способный вести на равную борьбу с таким противником, как ВЧК. Человек, который считает, что во главе Советской России стоит какой-то еврейский заговор. И все, чем руководствуются большевики, это то, что им подсказывает мировая закулиса. Вот буквально так. Ну, Андрей, ну вы же не хуже меня. Понимаете, что для того времени взгляд, в общем, не был чем-то таким выдающимся. Ну, самое поразительное... И Марков Николай Евгеньевич, он там, извините, в конце 30-х годов ровно то же самое писал. Ну, самое поразительное, что вот Стогов, описывая встречи с Троцким, пишет, что у меня сложилось впечатление, что им руководят некие высшие силы, которые, значит, там за ним стоят какие-то. Это Ленин, видимо, да? Он имел в виду, видимо, какие-то, ну, я не знаю, божественные, не божественные какие-либо дьявольские силы. В общем, сложно понять логику генерала, но если взять воспоминания его сослуживца генерала Махрова, он пишет, что Стогов действительно был такой традиционалист, который был влюблен в буквально Древнюю Русь, в традиции еще до Петровской эпохи. И, в общем, в этом смысле, конечно, ему казалось чудовищным все, что происходит в Советской России. То есть, вот для таких людей, конечно, очень сложно было как-то адекватно противостоять органам госбезопасности советским. Хотя, значит, что вырисовывается из анализа дела Национального центра, что мне удалось выяснить? Значит, в советское время утверждалось, что он был открыт, раскрыт одномоментно где-то в конце августа, в сентябре 2019 года. Значит, документ свидетельствует о том, что это не совсем так. Значит, мне удалось установить, что аресты руководства Национального центра проходили в несколько волн. Причем поразительным образом арестованные вскоре освобождались. Значит, первая волна это где-то ноябрь 2018 года, потом была следующая волна примерно февраль 2019 и апрель 2019 года. И дальше уже волна, собственно, массовых арестов, это август-сентябрь. Так вот, выстроив хронику этих арестов, несколько раз арестовывались и генерал Стогов, и подозревавшийся в сотрудничестве с белыми генерал Селевачев и многие другие. Там, кстати, был и адъютант генерала Корнилова, прапочек Мартынов, который ездил еще в 17-18 году вместе с генералом Флугом по Советской России. То есть там масса всего накручена, и распутать этот клубок не так просто. Ну так вот, возникает вопрос, почему такие люди, как генерал Стогов, как генерал Селевачев, которые подозревались и даже изобличались некоторыми документами о том, что так или иначе они контактировали. Про Селевачева есть документ о том, что он контактировал с подполем, а Стогов, в принципе, он просто возглавлял. — Почему их освобождали? — Почему? — Значит, возникает вопрос не только, почему он не был сразу расстрелян. Здесь можно разные версии выстраивать, что его допрашивали, хотели выяснить его связи и так далее. Но почему такие люди, как Стогов, не только арестовывались, но и после арестов через какое-то время освобождались? Это не только Стогов, это Селевачев, Мартынов и целый ряд их соратников по национальному центру. На мой взгляд, это может быть продиктовано только одним — стремлением окружить их агентурой из чекистов, выявить их связи и держать под контролем такую организацию, как национальный центр на протяжении конца 2018-го, начала 2019-го года и всего 2019-го года дальше. — Андрей, а тут, знаете, я бы с вами поспорил бы. 19-й год в Сюр достаточно успешно наступает. Да, Орел прошли, Харьков взяли, Курск взяли. Для чего, если ты знаешь, что у тебя в штабе находится человек, который сдаёт всё, что только можно штабу Деникина, какие тут могут быть, извините, тактические игры? Его надо ставить к стенке, пока не поздно. — В том-то и парадокс, что тот же генерал Стогов, арестованный дважды, переводится летом 2019-го года из Бутырской тюрьмы, где ему запрещалась даже переписка и передача, в концлагерь с весьма свободным содержанием, где он может уходить к себе домой, где он разгружает дрова на баржах, где он занимается разбором какой-то библиотеки. И в один прекрасный день генерал Стогов уходит к себе домой и в концлагерь не возвращается. — Но его поискали хотя бы для приличия? — Ну, его, конечно, искали. Была засада организована, в которую попала его жена и дети. И по некоторым данным они потом были казнены. Но это, значит, пока не проверенная до сих пор информация. Засада была организована у руководителя национального центра на квартире у Щепкина. Николай Николаевич Щепкин был политическим руководителем национального центра. И вот возникает вопрос, зачем нужно было строгий режим содержания менять на абсолютно либеральный и фактически бесконтрольный, позволявший человеку уйти. Здесь больше вопросов, чем ответов. И точного ответа сложно дать. Другое дело, что, значит, тот же генерал Стогов, конечно, имел мало возможностей для диверсионной работы уже после своего первого ареста в конце 1918 года. Он был снят с должности начальника Всероссийского главного штаба и перешел на архивную работу. Он разбирал архивы Первой мировой войны. — Андрей, простите, что я вас перебиваю, но вы когда сейчас сказали про архивы, мне вот тут вот подумалось, а это что, было просто, было такой ноу-хау у ВЧК, вот всех, кто готовится к стенке, отправлять, предварительно разбирать архивы. Вот Стогов, да, который Первой мировой войной, а если мы вспомним, в 1937 году Артузова послали писать боевую историю ВЧК, вот незадолго до того, как его отвезти в расстрельный подвал. Это что, просто вот такая система работает? — Ну, здесь система работала немножко другая. В архивы его взял никто иной, как его друг и товарищ генерал Селевачев, а не ВЧК. — Ну, Селевачев же, как человек, как мне представляется, очень неглупо. Он же, наверное, понимал, что не все-то так просто со Стоговым. — Ну, безусловно, Селевачев, я не отрицаю того, что он был связан с белым подпольем, но, как мне представляется, в 19-м году он уже не совершал активных диверсионных действий. А в 18-м году есть документы о том, что он планировался буквально на должность диктатора Москвы. Но здесь это документ, как бы такой, относящийся к концу 18-го года. Значит, ситуация, конечно, с раскрытием национального центра в этом смысле очень неоднозначная. И если он был под колпаком, то возникает вопрос, почему решили все-таки его разгромить. Мне представляется, здесь, конечно, повлияла фронтовая обстановка, уже выход Деникина на подступы к Москве, когда надо было просто действительно хватать людей и арестовывать для того, чтобы избежать восстания непосредственно в Москве. Тогда большевики, по сути, без разбора арестовали до 800 человек офицеров в Москве в сентябре 19-го года, и многие были расстреляны. Вот вина, конечно, не установлена у значительной части этих людей. Да там, я думаю, что никто особо-то и не разбирался. Да, и особо не разбирались. Есть еще один могучий заговор, о котором рассказывается с особым придыханием. Это история Василия Витальевича Шульгина и киевской, значит, его подпольной организации «Азбука», о которой, в общем, известно еще меньше. Но общество, насмотревшись в фильм «Адъютант его превосходительства», четко провело параллель, что вот те заговорчики «Это ты и есть Шульгин», сотоварищи, да, и все были, значит, разгромлены и разбиты. На самом деле, вот эта удивительная организация «Азбука», она попала под колпак ВЧК? Ну, организация «Азбука», она была связана с центрами добровольческой армии. Здесь многие люди, которые занимали должности в «Азбуке», они одновременно занимали должности в тех или иных центрах. И если мы говорим о подполье в Красной армии непосредственно, то надо говорить о тех людях, которые из этих центров, собственно, состояли в Красной армии. Здесь вспоминается подборка документов, опубликованных ближайшим сотрудником генерала Алексеева Яковом Лесовым, уже в эмиграции в «Аймонахе Белое дело». Это то, что фон Ламп издавал, да? Да, да, да. Значит, там Лесовой опубликовал донесения нескольких белых агентов, которые были связаны с Киевским центром, и обрисовал их довольно масштабную работу на пользу белых внутри Красной армии. Но из предосторожности он вычеркнул из этих документов все имена и фамилии, и фактически все указания на должности. Значит, что удалось обнаружить мне? Работая в Киеве, в архиве органов государственного управления Украины, я нашел копии документов вот этих Лесового с невычеркнутыми фамилиями. И там был архивный шифр, который ввел уже в московские архивы, и здесь в военном архиве я нашел, собственно, сами эти документы. И там были все фамилии людей, которые, собственно, руководили Киевским подпольем и вообще подпольем на Украине в 2019 году. Значит, один из рапортов написан был полковником Парвом, который был в руководстве группы войск сумского направления, и, как писал он сам в этих рапортах, он сдал белым города Полтава и Сумы. Значит, другой рапорт был написан, если не ошибаюсь, Станиславским, который работал в наркомате по военным делам Украины, значит, тоже офицер генерального штаба, и он срывал мобилизационные планы украинского начальства. Тут сложность для Украины была в том, что у них военное строительство немного отставало от того, что происходило в РСФСР. И там к 2019 году сохранялись еще партизанщина, которая была изжита уже в Красной Армии в регулярной, и сохранялись многие прежние методы управления, в том числе там была очень слабая дисциплина и была возможность для разного рода диверсий. Так вот, значит, подпольщики в руководстве наркомата по военным делам Украины, они писали заведомо невыполнимые мобилизационные планы, когда Украина должна была выставить под ружье какие-то немыслимые показатели по числу людей, немыслимые показатели по количеству лошадей, которые надо было мобилизовывать. Это вызывало напряженность с крестьянством, это вызывало срыв мобилизации и, собственно, фактически являлось саботажем. Ну вот эти люди, они что, в безвозможном пространстве находятся? Или вот они составляют план, их уже никто не контролирует, и план просто сразу машинально утверждается и пошел к исполнению? В том-то и дело, что специалиста не так просто изобличить в том, что касается его специальных вопросов. Но вот эти факты, приведенные белыми агентами, они подтверждаются, например, в воспоминаниях Антона Вовсеенко, который тогда как раз был одним из большевистских руководителей на Украине, что, естественно, были поставлены такие мобилизационные планы, что Украина просто не справлялась. Кроме того, в связи с событиями в Венгрии, в связи с революцией там, перед Белым подпольем, а там все-таки было много, конечно, индивидуальных бойцов, таких борцов, которые не были в составе каких-то организаций, стояла задача оттягивать силы с Украины на поход на Венгрию, на эту авантюру, которая сдевалась советским руководством, с Деникинского фронта. И эта задача тоже решалась довольно успешно. Был агент Двигубский, который был связан с Харьковским центром, и как раз он занимался тем, что всячески пропагандировал и в печати, и в разговорах с украинским советским руководством идею, что давайте поддержим революционную Венгрию, давайте перебрасывать туда войска через Бессарабию и так далее, все в Европу. А в это время Деникин активизировал свои действия как раз в направлении Украины. То есть вот конкретные примеры деятельности Белой агентуры, хотя, естественно, если мы говорим о подпольной борьбе, здесь буквально по крупицам приходится, понятное дело, выявлять какие-то конкретные факты, и очень много вещей, которые, конечно, представляются преувеличенными, особенно если говорить об отчетах перед Белым командованием. А тут у меня два вопроса сразу возникает. Первый, а почему никому в Киевской чрезвычайке не пришел в голову, в общем, очень простой вопрос, что изначально невыполнимые мобилизационные планы, это, в общем, саботаж, если не вредительство, со всеми вытекающими для авторов этих удивительных предложений последствиями? Ну, здесь сложно сказать, пришел такой, такая мысль пришла в голову кому-то в Киевской чрезвычайке или нет. Возможно, они были увлечены какими-то другими вещами в этот период. Во всяком случае, эта мысль не пришла в голову тем, кто непосредственно опекал вот этих военных специалистов, кто стоял в руководстве вооруженных сил на Украине. Более того, Белая агентура, она еще играла ведь на личных противоречиях, скажем, на противоречиях между Подвойским и Антоном Овсеенко и между другими большевистскими руководителями. То есть они интриговали, вели некую закулисную борьбу. В результате происходили в том числе и кадровые перестановки и конфликты в большевистском руководстве. То есть здесь была борьба группировок внутри Советской России, в которую уже встраивались эти белые агенты в своих, собственно, подрывных целях. Как это не прискорбно сознавать, но, в общем, всяческие приписки и преувеличения, это у нас является неизменной традицией всего бумажного документа оборота. И вот тут у меня возникает вопрос. А вот те отчеты, которые передавали агент в штаб Деникина, они вот точно соответствовали тому, что на самом деле происходило? Или там просто мощь Красной Армии либо преуменьшалась до нельзя, либо наоборот преувеличивалась? Ну, конечно, нельзя безоговорочно верить никаким документам. Все документы должны проверяться и перепроверяться, если это возможно по другим источникам. То есть здесь метод сравнения для историков, он был и остается основным. И в этом смысле, конечно, когда есть возможность проверить какие-то свидетельства белых подпольщиков по свидетельствам Красной стороны, это всегда очень здорово. И в ряде случаев это действительно удается, вот как на том же самом примере с Антоном Овсеенко, по документации которого вполне выявляются те же факты, которые приводили и белые агенты. Что касается непосредственно саботажа и срыва операции на фронте, то здесь, конечно, гораздо сложнее, потому что все-таки не так просто определить характер того или иного плана, не так просто понять, что, допустим, та группировка передвинута на 100 километров восточнее, и это уже саботаж. Или так должно было быть по плану. То есть здесь надо сопоставлять весь комплекс документов. Это не так просто. Да я не случайно задал этот вопрос, потому что если вы вспомните вот этот вот, опять же, адъютант его превосходительства, там начальник местной ЧК воткнул, вонзив свой орлиный взор в карту, тут же определил, что налицо вредительство со всеми вытекающими отсюда последствиями. А в реальной жизни, как я понимаю, этот номер просто не проходил. А в реальной жизни белые фактически могли иметь в красных штабах высокопоставленных и высококвалифицированных агентов, чего не могли иметь, в частности, красные. В силу просто социальной природы гражданской войны, в силу того, что у них не было таких людей в белом лагере, никто бы на руководящих постах из старого кадрового офицерства, из генштабистов, конечно, не стал бы вести подрывную работу в пользу презренных большевиков. В этом отношении была некая асимметрия, которая, тем не менее, белым, в общем-то, особо не помогла. Как писал генерал фон Лампе в своем дневнике, если красные начальники играли в поддавки, тогда получается, что то, что мы проиграли, о чем свидетельствует? Получается, что наше положение совсем отчаянное, совсем плохо у нас обстоит с организацией, если мы не можем даже воспользоваться подсказками с той стороны фронта, подсказками от наших людей у красных. Но это ведь действительно запредельно дикой ситуации. И это действительно так, потому что, например, еще один случай, случай генерала Занечковского, о котором необходимо упомянуть в этом контексте. Генерал Занечковский, один из высоко квалифицированных военных специалистов Красной Армии, начальник штаба 13-й Советской Армии на Южном фронте, в разгар Орловско-Кромской операции в 1919 году передал белым через своего адъютанта целый саквояж оперативных документов, где полностью излагались планы советской стороны по ликвидации наступления цветных частей на Орловском направлении. Но белые, получив эти тагументы, они, конечно, внесли коррективы в свои планы, они смогли так или иначе избежать разгрома, но сил для того, чтобы парировать эти удары, у них просто не было. То есть даже несмотря на полное содействие со стороны одного из высокопоставленных штабистов Красной Армии, несмотря на раскрытые карты, воспользоваться этим в полной мере в силу собственной слабости белые не смогли. Занечковский же при всем при этом остался на территории Советского Союза, он же фигурирует потом в деле Малой Ярославицы, она же операция Треса. Почему после того, как он отдает все секреты противнику, он остается на территории Советского Союза? Это что такое, мазохизм? Он ожидает расстрельного подвала? Ну, это свидетельство из воспоминаний одного из офицеров Корниловской дивизии, полковника Копнина, которое было в эмиграции, попало в Советский Союз, оно было написано в конце 20-х годов, уже после смерти Занечковского. И оказалось в Советском Союзе только после Великой Отечественной войны в составе Пражского архива. То есть об этом, собственно говоря, могли и не знать, во-первых. То есть никто даже не подняться, куда делся адъютант, генерал Занечковского? Он неоднократно арестовывался в Гражданскую войну. То есть здесь необходимо отдать должное тому, что все-таки чекисты держали его под контролем, а потом он стал, как известно, осведомителем госбезопасности уже по итогам Гражданской войны. То есть здесь мы не должны недооценивать работу советских карательных органов. И, кстати, вот в той же книге моей «Москармия. В период русской смуты» удалось туда включить свидетельство одного из большевиков, который остался в Орле после оставления города красными. И так случайно получилось, что он оказался соседом по квартире с несколькими штабными работниками, тоже оставшимися в Орле, но уже из Красной армии, как перебежчики к белым. А этот большевик, он был заслан в глубокий тыл белых и просто остановился в Орле временно по пути на Украину, дальше для подпольной работы. И, значит, по его свидетельству, за утренним чаем, за самоваром собрались он и несколько штабных работников 9-й стрелковой дивизии Красной армии, которые остались в Орле, значит, как сторонники белых. Они рассказывают, что, значит, в Красной армии существует крупная измена, и в том числе вот мы остались, и даже с нами сам генерал Заячковский, который, значит, занимает высокий пост нашей армии. То есть здесь тоже есть подтверждение вот этим фактом неких контрреволюционных действий со стороны Заячковского, и нельзя считать, что это вот некая, так сказать, выдумка полковника Копнина. А вот этот удивительный резидент, который готовился к далекой нелегальной работе, он не пробовал передать вот такую ценную информацию, собственно говоря, по назначению? Так он ее и передавал. И, значит, в этом его рапорте как раз содержалась жалоба на то, что вот он сообщает такие важные сведения, и надо бы принимать какие-то меры воздействия на саботажников, которые есть в Красной армии. То есть определенная работа велась. И здесь, кстати, вот чего не хватало, значит, Красным, не хватало им высокопоставленных штабных работников, которые бы за них работали у белых. Но что у них было хорошо поставлено, так это партийная агентура в Белогвардейском тылу. И она действительно по партийным каналам очень многое давала как раз руководству и партийному, и чекистскому руководству, и руководству Красной армии. И в то же время удалось обнаружить документ о зарождении советской военной разведки. Так там говорится прямо, что в белых штабах мы не имеем ни в одном штабе своих людей на, так сказать, руководящих постах. Картина мироустройства никогда не будет полной без фигуры генерал-лейтенанта Архангельского. Его записали уже в создатели рабоче-крестьянской Красной армии, а потом он, соответственно, при удобном случае, хотя, как мне представляется, когда он уже сам находился на грани провала, он перешел к Деникину. Но возникает вопрос, а почему после вот этого всего генерал-лейтенант Архангельский оказывается под офицерским судом чести? Ну, это была стандартная процедура суд чести. И в случае Архангельского, если не ошибаюсь, он сам просил о том, чтобы назначили такой суд просто с целью его реабилитации. Значит, это было важно для того, чтобы показать, что он не сознательно служил большевикам, а действительно находился на своем посту, как я уже говорил, в борьбе за Россию, о чему призывал, скажем, генерал Алексеев. Значит, было много таких судов чести, которые проводились над фактически всеми без исключения перебежчиками, хотя, значит, я находил только некоторые приказы о том, что такие суды проводятся, но отношение было разным на самом деле. Это вызывало недовольство. Скажем, генерал Болховитинов, он оставил обширную переписку, он писал своей жене и излагал многие обстоятельства того, как относятся к перебежчикам у белых. Его, например, возмущало то, как были приняты, скажем, Архангельский и некоторые другие, что это была громкая пропагандистская кампания, что их всячески носили на руках, а его, наоборот, преследовали, унижали, разжаловали. И вот такое неоднозначное отношение. Это генерал Архангельского насилен на руках? Ну вот, по мнению Болховитинова, это было, значит, сродни какой-то рекламной акции, что как к нему хорошо относятся, как плохо относятся ко мне, то есть писал Болховитин. — Почему спрашиваю? Потому что, судя по воспоминаниям людей, уже в 30-х годах, когда Архангельский возглавил Русский общий воинский союз, он был совершенно неизвестен подавляющему числу офицерства. — Ну, по крайней мере, он не был разжалован как Болховитинов и всячески не унижался, не преследовался. То есть он прошел очень быстро процедуру реабилитации, где были, причем в реабилитационных документах, были подробно расписаны его заслуги в Красной Армии, а он, как руководитель командного управления, переправлял офицеров на антибольшевистские фронты и всячески способствовал облегчению, как писали, собственно, в этом приказе, участия офицерства в Советской России, а также способствовал срывам формирования советских дивизий, которые создавались в 1918 году. Но здесь довольно сложно что-либо проверить, потому что, по сути, вот этот реабилитационный приказ, он является основным документом о деятельности Архангельского в качестве белого подпольщика. — Вопрос от слушателя. Вот так получается, что та немногочисленная агентура, которой все-таки удалось выжить в кровавом вихре смерти и безумия гражданской войны и остаться на территории Советского Союза, была, по всей видимости, вычищена полностью во время процессов, там, весна и так дальше, 30-х годов. Или кому-то все-таки удалось еще и это все пережить? — А здесь ситуация довольно интересная, потому что агентура одна сменяла другую. Скажем, по окончании гражданской войны в Советскую Россию и по окончании Советско-Польской войны в Советскую Россию приехал в качестве военного атташе Польши будущий генерал польский Валяковский. Я о нем писал, как о последнем генштабисте, он умер в 92-м году, он пережил всех. Так вот, этот человек, он воевал у Колчака в гражданской войне, как военный атташе, начал, естественно, осуществлять разведывательную деятельность в интересах Польши. Он обратился, в первую очередь, к кому? Обратился к прежним сослуживцам. То есть, в частности, к бывшим колчаковцам. Нашел офицера колчаковской армии, слушателя Академии Дзюбенко, вместе с которым они открыли явочную квартиру, создав некий книжный магазин на Петровке военно-техническое знание. И там, значит, на польские деньги этот магазин был открыт и функционировал, как идеальная такая явочная квартира. Туда приходили люди, которые сообщали какую-то информацию, но очень скоро это все было разоблачено и прикрыто. Значит, Дзюбенко арестовали, а Валиковский был выслан. Ну вот, как раз тот факт и фактор раскола русского офицерства, когда прежние связи, они продолжали играть свою роль. И, конечно, это была потенциальная угроза, с одной стороны. С другой стороны, каждая сторона, и белая, и красная, стремилась использовать это в своих интересах, как мы знаем уже по операциям 20-х годов. Здесь, конечно, нельзя недооценивать, вот, несмотря на то, что люди оказались разделены фронтами, вот, ту их прежнюю сплоченность по прежней жизни. Потому что, как вспоминают, например, одну из конференций международных начала 20-х годов, когда в Москве собрались представители Польши и прибалтийских государств, приходит генерал Радузенкович, весь увешанный орденами, генерал Литовской армии. И тут из советской делегации отделяется фигура генерала Новицкого, который бросается к нему в объятия, и они начинают вспоминать свою былую совместную службу. Вот такие ситуации были возможны. Естественно, на уровне подпольной работы это тоже все происходило, потому что никто не отменяет прежнюю службу, прежние взаимоотношения, многолетние. И здесь, как бы, надо учитывать всю сложность того переломного времени. Будучи большим любителем и, не побоюсь этого слова, коллекционером конспирологических теорий, я не могу не поделиться с вами новинкой сезона, потому что уже выстроилась могучая схема с генералом Слащевым, который был отправлен в РСФСР на подрывную работу со специальным шпионским заданием. И, значит, долго не знали, что делать со Слащевым, который все передавал, только не очень понятно, куда то ли, значит, с Ремской Карловицы, то ли в Париж, то ли там еще куда-то. Ну и потом его, значит, под шумок просто ликвидировали. Слащев что, действительно был таким тайным агентом? Я уже даже не знаю, кого, Врангеля, Деникина, кого там еще может быть? Но мы не можем проникнуть в мысли другого человека. Мы можем судить только по тому, что известно документально. В частности, есть документация о работе Слащева на органы госбезопасности, о которой я уже говорил в нашей прошлой передаче, в которой это нанесение было в этом году опубликовано в полном объеме. Сложно сказать о том, какую конкретно миссию считал для себя наиболее значимый Слащев. Что для него было первостепенным, а что вторичным. Что было искренним, какая работа, а какая была вынужденной. И поэтому здесь я не стал бы говорить что-то определенное о том, работал он на кого-то, или он был сам по себе и проводил собственную линию, потому что были такие люди. Например, в 20-е годы в Советскую Россию приехал генерал Зайцев, это начальник штаба Атамана Дутова, который повел собственную борьбу. Он приехал в Советскую Россию с целью свержения большевизма и вступил в Красную Армию даже. Но очень скоро был разоблачен, все эти наивные взгляды не были секретом, и он оказался в Соловецком лагере. Ну вот, пожалуйста, пример человека, который ведет собственную индивидуальную борьбу. И таких примеров масса. Потому что, собственно, если мы говорим о белом подполье в Красной Армии, это прежде всего борьба одиночек, которые, как правило, не были связаны с организациями, были связаны, конечно, те, кто в каких-то организационных структурах находился, но прежде всего борьба одиночек, которые вырабатывали некий самостоятельный план. И, собственно, поэтому Геннадий Деникин мог и не знать о том, что такие люди вообще существуют, если человек решил для себя бороться с большевиками и, допустим, выполняет собственную программу без координации с кем бы то ни было. Андрей, спасибо огромное, что нашли сегодня время, пришли к нам, ответили на наш вопрос. Напоминаю, что в гостях у теории заблуждений сегодня был кандидат исторических наук Андрей Ганин. Беседовали мы про антибольшевистское подполье. В Красной Армии в годы гражданской войны история, в общем, поучительная во многом. И, к огромному моему сожалению, если и востребовано в сегодняшнем обществе, то почему-то только с точки зрения многочисленных мифологем и огромного рода конспирологических теорий. Поэтому, если кто-то условно вынесет для себя что-то полезное из той беседы, которая у нас здесь сегодня состояла, я буду считать, что наша миссия в общем была выполнена. На этом на сегодня все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений субтитры создавал DimaTorzok